Всем привет! Это рубрика «Гитаризм на диване» и сегодня мы поговорим про то, чего боятся начинающие гитаристы. Первое – это настройка гитары и натягивание струны. Страх перед тем, что струна лопнет и вы станете похожи на персонажа из фильма «Лицо со шрамом». Ну и второе – это отстройка грифа, точнее анкера. Если с первой проблемой можно справиться с помощью тюнера, то с анкером это не пройдет. Так уж повелось, что начинающие гитаристы боятся делать это сами. Боятся, что гриф треснет и гитару просто нужно будет выкидывать на помойку. Так ли это страшно и может ли это произойти? Сегодня я расскажу вам, как отстраивать анкер и нужно ли вообще это делать. Но для начала немножечко теории. Анкер или анкерный стержень – это металлический стержень толщиной 4-6 мм, проходящий внутри грифа гитары. Он нужен для того, чтобы противодействовать неизбежному прогибу грифа под действием натянутых струн. Представьте себе лук с натянутой тетивой. Примерно так же струны стремятся изогнуть гитарный гриф. А анкер внутри гитарного грифа стремится изогнуть гриф в противоположном направлении. Таким образом, сила натяжения анкера должна уравновешивать силу натяжения струн. Кстати, анкер в гитарах появился не сразу. В классических гитарах сила натяжения нейлоновых струн небольшая, да и гриф массивный и толстый. Поэтому анкер там просто не нужен. Появился анкер только тогда, когда на гитары стали устанавливать металлические струны, а грифы стали с тонким профилем. Таким образом, сегодня анкер в грифе вы можете увидеть практически во всех гитарах. Ну, кроме классики. Ох, сразу вспомнились советские гитары. Там замена анкеру была в виде болта на пятке грифа. Можно было как следует покрутить этот болт и отрегулировать не изгиб грифа, а положение грифа относительно струн или относительно корпуса. Когда уже этот болт не помогал, под гриф клали либо карандаш, либо какой-то другой предмет подходящей толщины. Ох, было время. Многие начинающие гитаристы думают, что прогиб грифа такой, когда прогиба, собственно, нет вообще. И гриф плоский, как стол. Но это совсем не так. Дело в том, что струна колеблется не в одной плоскости параллельно грифу, а волнообразно и местами даже хаотично. Чтобы колеблющаяся струна не звенела об лады, издавая противный дребезг, необходимо, чтобы средняя часть грифа была с небольшим прогибом. Этот прогиб должен быть совсем небольшим, едва заметным при просмотре вдоль грифа. И этого вполне хватит, чтобы устранить биение струны об лады. Межган, давай гитарку, я покажу, как настраивать анкер. Так. Ну, с этой ничего не получилось, давай другую. Анкерная гайка на грифе может находиться со стороны корпуса, как на этой гитаре, или со стороны грифа, все зависит от конструкции вашего инструмента. Итак, регулировка анкера гитары. Очень важно правильно отстроить анкер гитары, так как это очень сильно влияет на удобство игры и частоту звучания нот. Настраивается анкер быстро и несложно. По сути, нам понадобится только одно, это шестигранный ключ. Чаще всего они идут в комплекте с гитарами, либо ключ нужного размера можно приобрести в любом строительном магазине. Сейчас я объясню вам, как проверить изгиб гитарного грифа. Проверяем изгиб гитарного грифа. Прижимаем одной рукой илькоподастром шестую струну на первом ладу, а второй рукой на том ладу, который находится на месте крепления грифа к корпусу. На разных гитарах этот лад будет разным в диапазоне от 14 до 17 лада. В нашем случае это 15 лад. Расстояние между ладом, находящимся в центре прижатой струны, обычно это шестой или седьмой лад, и самой струной должно находиться в пределах 0,2-0,4 мм. Грубо говоря, под струной должна пролезть максимум банковская карта. Если расстояние больше указанного, то анкерную гайку надо затянуть, вращая ее по часовой стрелке. Если расстояние меньше указанного, возможно струна вообще прижата к ладовому порожку, то гайку надо ослабить, вращая ее против часовой стрелки. Но всегда есть подводные камни. В принципе, нужно отталкиваться от вашей атаки, от того, насколько сильно вы бьете по струнам. Если вы играете ласково и нежно на своем инструменте, и хотите, чтобы ваши пальцы оставались такими же красивыми, как у меня, тогда прогиб может быть минимальным. Но, если вы лупите по струнам, как боец UFC своего соперника, то прогиб можно увеличить и задуматься над другим калибром струн. Но это уже другая история. После отстройки анкера отложите гитару в сторону. И через какое-то время проверьте прогиб еще раз. Возможно, он изменится из-за некоторой вязкости древесины. В таком случае не бойтесь и настройте анкер своей гитары еще раз. Не стоит забывать, что перепады влажности и температуры могут сильно влиять на вязкость дерева вашего грифа. И, к сожалению, если гитара находится в неправильных условиях, гриф может искривиться или треснуть, и это уже почти невозможно исправить. Поэтому следите за правильным хранением гитары. Конечно, бывают случаи, когда анкерная гайка затянута до упора, а расстояние между ладом и струной все еще большое. Скорее всего, в таком случае на анкерном стержне кончилась резьба. Необходимо вывернуть гайку и подложить под нее одну или несколько шайб. Если вы такое не делали, то я советую вам обратиться лучше к специалисту. Также при приложении большого усилия можно сорвать на анкере резьбу, после чего анкерный стержень придется менять в условиях мастерской. Поэтому крутите постепенно. Сделали полоборота – поиграли. Еще сделали полоборота – еще поиграли. И вот так до момента комфортных ощущений от игры. И, конечно, существует масса мнений, должна ли быть гитара с натянутыми струнами или с опущенными во время отстройки анкера. Лично я кручу анкер, когда гитара полностью отстроена. И да, есть небольшое неудобство – мешает третья и четвертая струна. Просто при настроенной гитаре намного лучше видно разницу до настройки анкера и после. И, кстати, да, советую менять струны на вашей гитаре по одной, так гриф всегда находится в натяжении, и после замены струн не так сильно нужно будет отстраивать анкер. Ну вот и, в принципе, все. Выводы делайте сами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик и отсылайте всем своим друзьям, которым нужна помощь в отстройке анкера. Всем мир впитывай!